26 сентября на календаре это большой утренний эфир на телеканале Санкт-Петербург. Всем отличного начала дня и прекрасного настроения. К актуальным новостям. Специальные насадки против коронавируса скоро появятся в доступе в поликлиниках. Речь идет об аксессуарах, которые необходимы при введении интерназальной вакцины. Чем она отличается от привычных уколов и как будет проходить эта процедура, расскажет начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Лариса Соловьева. Она выходит на прямую связь с нашей студией. Лариса Витальевна, доброе утро. Доброе утро. Скажите, каков принцип действия назальной вакцины от коронавируса? Как будет проходить эта процедура и какие основные преимущества ее в сравнении с уже привычными нам уколами? Прежде всего, это более мягкий путь введения вакцины интраназальной. Многие наши жители, может быть, по-прежнему не хотят какие-то инъекции делать себе дополнительные в виде прививок, да, а вот интраназальный путь, он более мягкий. И здесь мы непосредственно вводим вакцину в ворота инфекции, то есть создается так называемый муконазальный иммунитет. Или интраназальный иммунитет, который способствует непроникновению вируса через дыхательные пути в организм. Значит, мы берем спутник В, первый компонент, который у нас есть во всех прививочных пунктах, и вместо шприца надевается насадка, интраназальная насадка, и на вдохе в одну ноздрю вводится непосредственно вакцина. Вот так достаточно просто происходит эта вакцинация. Противопоказания к ней и показания все те же, как и при спутнике ВИД. Значит, она может быть использована как бустер, то есть для ревакцинации, и выдается такой же сертификат, как при введении спутника привычным инъекционным путем. А симптомы? Я имею в виду сейчас побочка, которая очень многих волновала, кто-то чувствовал себя плохо в течение часов, в течение дней. Что с интерназальной вакциной? Как переносится? Вот как я уже с чего начала, это более такой мягкий путь введения, и мы еще посмотрим, так сказать, на деле, но прогнозируется меньшее число таких вот, что называется, гриппоподобных состояний после введения вакцины, как вот, если ввать первый компонент инъекционным путем. Значит, ну здесь какое отличие? Значит, действительно, здесь нет непосредственно зоны инфекции, да, то есть какая-то побочная реакция в местах введения, она уже исключается. Мы вводим непосредственно в носовые ходы. Нос, естественно, должен быть свободный, да, то есть мы в период там какого-то даже легкого насморка вакцину не вводим. Значит, ну здесь может быть какое-то небольшое покраснение и отек носовых ходов, ну это, в общем, достаточно редко встречается. Значит, то, что до трех дней вот эта гриппоподобная состояла мота во всем теле, это допускается как при инъекционном введении вакцины, так и при интерназальном. То есть если у человека возникают вот эти симптомы, там небольшая температура, ломота в теле, мы рекомендуем принять жаропонижающие, антигистаминные. Если в течение трех дней это все проходит, то это даже как бы просто реакция на вакцинацию, даже не побочные эффекты. Вот, поэтому если уже, конечно, свыше трех дней, мы рекомендуем обратиться к врачу. Ну и ожидаем, конечно, тоже такого хорошего отклика на интерназальную вакцину. Те, кто не очень хорошо относится к инъекциям, пожалуйста. То есть пациенты сами могут выбрать, да? То есть можно прийти в полиглибку и сказать, я хочу такой способ введения вакцины. Или же это все-таки как-то врач может сказать, нет, вы знаете, а вам там, допустим, противопоказано такое или невозможно сейчас. Давайте уколом. Ну, интерназальное введение всего лишь способ введения того же спутника ВИ, да? Поэтому, естественно, если у человека какие там были противопоказания, они также остаются и при интерназальном введении, а это ничего не меняется. Если были какие-то серьезные аллергические реакции на подобные вакцины, там, скажем, на первый компонент, при первичной вакцинации спутником, то, естественно, это является абсолютным противопоказанием. Ну, таких, в общем-то, очень немного. А с осторожностью, кому мы рекомендуем, ну, с различными заболеваниями, там, аутоиммунными, ревматологическими заболеваниями, системными, это также сохраняется и при интерназальном пути. То есть здесь отличие только в путь введения. Это может сам человек выбрать и сказать, я хочу просто, чтобы мне, так скажем, прыснули эту вакцину в носовой ход и все. Ну, я хочу вас. Скажите, как скоро и другие вакцины таким способом можно будет вводить? Поскольку вот страх иголок как-то у кого-то, может быть, со школы еще остался. С детства присутствует. Ну, вот при гриппе раньше были такие специальные тоже капли, которые вводились вакцина против гриппа. Ну, здесь мы все-таки говорим о том, что это, наверное, интерназальный путь, он не будет, наверное, столь, может быть, массовым, да, поскольку, ну, все-таки требует специальных, вот, как мы уже говорим, насадок, да, это вот достаточно какое-то время заняло, пока город приобрел эти насадки. Вот сейчас они распределены по прививочным пунктам и так далее. Если эти капли как-то уже будут производиться в том виде прямо с насадками, это, конечно, вот удобнее. Вот, ну, сейчас мы вот посмотрим, насколько откликнутся наши жители на эту интерназальную вакцину. А уже можно записаться? Да, можно записаться в тех же пунктах, в тех же пунктах и по той же схеме. На госуслугах там есть отдельная закладка вакцинации против коронавирусной инфекции. Вот там и можно записаться. Спасибо большое. Это Лариса Витальевна Соловьева была в Большом утреннем эфире на телеканале Санкт-Петербург. Благодарим вас за интервью.